Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я продолжаю делать внеплановые видео на персонажей мобильного файтинга Боги Арены. И на очереди у нас Верцингиторих. Вот этот вот викинг Рыжебородый, я привык его называть Рыжебородым. Итак, давайте почитаем биографию. Верцингиторих или Верцингиторих. Вождь могущественного кельтского племени Арвернов. Мудрая женщина из родного селения нарекла его именем, которое на родном языке означает повелитель над войнами. Его воинская отвага сделала его легендой среди героев, а его булава всегда готова беспощадно поразить любые проявления тирании. Или это его закаменевшая какашка. Ну, на самом деле это дубина крутая булава называется. Вот такая вот биография данного персонажа. Что ж, давайте глянем связи. Связи у него, у четырехзвездочного. Соперники, значит у него Массиниса, друзья у него Спартак, дружбаный, блин. И соперники у него Медуза. Когда вы возьмете в отряд одного из данных персонажей, они будут приносить какой-то бонус Верцингиториху. А также ему другие персонажи будут приносить бонусы. Итак, навыки, значит у нас Жажда Ярости. При получении удара 4,2% шанса вытянуть 21% ярости из врага. Вот это круто. Спокойствие. Вот за этот вот навык большой просто палец вверх разработчикам. Итак, значит у нас все атаки. 7% шанса блокировать выработку ярости у врага на 7 секунд. Достаточно неплохо. И конечно же регенерация. Ультра атака 3, при любой ультра действует в основном. 29% шанса восстановить 1,4% здоровья на 5 секунд. Достаточно неплохо. Что ж, ультра атаки мы посмотрим. Секретный навык у меня у трехзвездочного открыт. Это массивная атака. Пока закрыта. При навыке врага 30% шанса повысить атаку на 10% на 8 секунд. У трехзвездочного, конечно же, она немного другая. Вот давайте, кстати, посмотрим. Он у меня тоже есть. Вот он трехзвездочный. И здесь у нас массивная атака 42,6%. Шанса повысить атаку на 13,15% на 12,41 секунды. Почти на 13 секунд и это круто. Но просто у меня много было слияний данного персонажа. То есть я получал достаточно много дубликатов трехзвездочных. И вот поэтому секретный навык у меня прокачался аж до 64 уровня. Что ж, давайте отправимся в битву. У меня тут особая акция есть. Ага. Здесь мы проходим не то. Следовательно, нам надо отправиться в пвп битву. Что ж, один на один возьмем. Попробуем сейчас в пвп битве всех своих верцингиторихов. Сначала возьмем четырехзвездочного. Что он нам тут? Ага, против Юлия. Вот, кстати, нехилая битва будет. Давайте попробуем надрать Юлию задницу. Он был плохим мальчиком. Плохим предводителем. Поэтому мы его завалим. Вот так вот он дудит. Жаль, не битбоксит. И Юлий против нас. Ну, мы посмотрели, как появляется у нас Рыжебородый. Дальше я его буду именно так называть. Значит, обычные атаки. Воу. Серьезно. Блок. Ты че, опух что ли? Юлий. Ты проснешься или нет? Так, обычные атаки, значит. Это сильные атаки при помощи свайпа. А теперь вот тяжелая атака. Нормально так. Что ж, давайте глянем первый приемчик. Вот так вот он выносит. Сейчас попробуем накопить на второй. Не знаю, получится или нет. Нет, наверное, нет. Скорее я замочу просто Юлия. А он сейчас на мне просто третью ультру сделает. Это Спарта, да? Но не Юлий. Давайте все-таки попробуем. Ну давай, побей меня. Вот. А теперь можно вторую ультра. Вот, достаточно крутая она. Действует не на дальнем расстоянии. То есть, допустим, у Зевса нереально как бы увернуться от его ультры. А от Верцингиториха вполне возможно. Так, возьмем теперь трехзвездочного и... Посмотрим, против кого будем. Ага, против Атласа. Атлас у нас будет помощнее. Но ничего, ничего. Это нам не помешает навалять ему неплохих таких люлей. Ну привет, Атлас. Чё ж, я на тебе теперь хочу показать третий прием подписчикам своим игрового канала Flickr Mobile Gamer. Кстати, спасибо всем, кто подписывался на мою группу ВКонтакте. Там я значительно больше всего выкладываю. Вот зачем я использовал второй прием. Но зато получил регенерацию, конечно. Давайте, пусть немножко побьет Атлас нашего Верцингиториха. Даже исполнит третий прием. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот. А теперь третий приемчик. Смотрите, он не успел на нас третью ультру сделать. Ну, третью ультра у Рожбородова просто совмещение первого и второго приема. Ну и может быть чуть-чуть больше жизни отбавляет у соперника. И давайте еще двухзвездочного возьмем. Насколько я помню, он у меня тоже должен быть. Сейчас мы его попробуем отыскать. Где же ты у нас? Вот он. Нет, он у меня не особо прокаченный. Но все равно посмотрим на двухзвездочного. Я двухзвездочных сейчас стараюсь вообще всех прокачать. Потому что в дальнейшем это будет большой плюс в прохождении пвп-акции на трехзвездочном персонаже. Ну, привет, Зевси. Ага, ты меня решил вот этой своей палочкой одолеть, да? Не, у меня бонус класс, и я тебе сейчас буду серьезно валять прям. Вот. От его ударов, конечно, фиг увернешься. Ну, и у меня тоже нехилые ударчики. А, ты решил вообще отбежать от меня. На тебе. Не, Зевс, это уже... Вот, кстати, в битве чемпионов Марвел там больше вероятности того, что можно нанести тяжелую атаку. Здесь же вот не так все просто. Нужно выжидать определенный момент, когда соперник наш бездействует. Итак. Вот мы и посмотрели на Рожебородого, двухзвездочного, трехзвездочного и четырехзвездочного. Давайте еще раз отправимся в отряд. Я покажу, сколько у них, так скажем, жизней, сколько у них мощи. Итак, при втором ранге у Верцингиториха 1697 жизни. Естественно, когда мы получим дубликат, его мощь увеличится. Дальше у нас есть трехзвездочный. Он у меня нехило так прокачан. Четвертый ранг 1392. Ну, а двухзвездочный пока еще не прокачанный. Я в дальнейшем его обязательно тоже прокачаю, потому что двухзвездочные персонажи нужны. Однозвездочных я вообще ни одного не качал. Вот давайте прям в конец перейдем. Они у меня вообще не прокачаны. Вот, видите, я их не качаю. Нет смысла. Качайте двухзвездочных. Однозвездочные бестолковые вообще. Их можно прокачать в самом начале, когда вы только вступили в историю и в сюжетную линию я имею в виду. То тогда еще можно прокачивать однозвездочных. Но потом, как только у вас появится двухзвездочный, качайте их. В трате бабло все на них. И потом уже со временем на трехзвездочных трате и на четырехзвездочных, конечно же. После вы будете выбивать, как и я, особый нектар в акции. А давайте-ка мы здесь вот пройдем. Добьем вот эту все карту. Да, сейчас уже не совсем Верцингиториху будет посвящено видео. Сейчас мы быстренько Талосу наваляем. Обычно вот так я прохожу все карты для того, чтобы получить тот или иной нектар. То есть там серебряный, золотой, бронзовый. А также нектары, предназначенные для улучшения определенного класса персонажей. Быстро мы завалили Талоса. Ну а на этом мы закончим данное видео. Мы посмотрели на Верцингиториха. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился данный персонаж. Подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok